По состоянию на август этого года в стране было 16 домов Мехребонлик и 4 детских городка. В результате работы, проводимой в рамках новой системы, инициированной главой государства, за последние 4 месяца открыто 97 семейных детских домов. Завершено строительство 7 домов Мехребонлик в Каракалпакстане, Новоиской, Наманганской, Ферганской, Сурхандаринской, Бухарской и Кашкадаринской областях и 3 детских городка в Хорезомской, Новоиской и Сардаринской областях. Всего 10 учреждений. И что самое радостное, более 1180 мальчиков и девочек из домов Мехребонлик начали новую жизнь и встретят новый 2022 год уже в семье. В результате работы, проводимой в этом направлении, 17 из 52 воспитанников дома Мехребонлик, номер 12 города Термеса, были помещены в семейные детские дома, а 25 взяты под опеку и попечительство близких родственников. Накануне последние 11 воспитанников покинули стены этого с детства знакомого, привычного, но все же неродного дома, чтобы встретить Новый год с людьми, приготовившими для них самый дорогой желанный подарок – родительскую любовь. А дом Мехребонлик опустел, но это не печалит, а радует. Семьи Халиковых и Довлатовых – одни из тех, кто считает своей жизненной миссией помощь таким детям. Поэтому одни приняли в семейный детский дом пять ребятишек, другие – шестерых. Будучи уверенными, что небогатые педагогические традиции домов Мехребонлик, несолидная материальная база не могут создать ту уютную атмосферу, которая царит в семье. Особое отношение к детям, которые наполняют дом радостью, а жизнью смыслом – отличительная черта менталитета нашего народа. Неслучайно Узбекистан в годы Второй мировой войны приютил и отогрел тысячи эвакуированных ребятишек, поселив в каждом маленьком сердце уверенность, что он не сирота. Я так мечтал об этом, когда мы увидели созданные условия, нам очень понравилось. Новый год, я буду встречать с семьей. Это так прекрасно – иметь семью. Я очень рад. И теперь буду лучше учиться, больше стараться и приложу все силы, чтобы внести достойный вклад в развитие нашей страны. У меня трое детей, и еще шесть мы взяли из дома Мехребонлик. Я люблю их как своих родных. Мы постараемся воспитать настоящих патриотов нашей Родины, чтобы они заняли достойное место в обществе. Подобные инициативы в последнее время не редкость и в Кашкадаринской области, где приемные семьи предпринимают взвешенные вместе с тем решительные шаги по устройству жизни воспитанников домов Мехребонлик. В доме милосердия в Бухаре, который существует около двух десятков лет, сегодня царит непривычная тишина. Зато детским смехом наполнился дом предпринимателя Мехридина Матсиева и его жены Нелюфара Джабли, которые приняли в свою семью последних семерых воспитанников. Всего в области создано 9 семейных детских домов. И мечты примерно 80 детей обрели вполне реальное очертание. На сегодняшний день в доме Мехребонлик Бухарской области воспитывалось 83 ребенка. И теперь они все обрели свою семью. И каждый раз, когда мы навещаем их, видим счастливые улыбки, которые сияют на их лицах. Самое главное, они уверены в своем будущем. Все воспитанники детских городков Сардарьи встретят самый волшебный праздник в году в семье. О широте души наших соотечественников говорит тот факт, что 54 воспитанника обрели любящих и заботливых родителей. Создано 7 семейных детских домов в городе Гулистане Сардарьинской области и один в Мразаабадском районе. В них живут и воспитываются более 40 детей. Остальные взяты под опеку родственниками. Раньше, после выпуска из домов Мехраболик, их воспитанникам было непросто. Они создавали свои семьи, добивались успеха в профессиональном плане. Но у них с детства не было перед глазами моделей семьи. Поэтому очень важно, что сейчас они будут расти в полноценных семьях, где их поддерживают, помогают в начинаниях, любят и заботятся. Семья Турсонова, живущая на улице Сохилбуи, в Гулистане пользуется большим уважением. Их родные дети выросли и получили высшее образование. Однако Турсоновы решили, что их сил, энергии, душевной щедрости хватит, чтобы помочь найти свой путь в жизни еще пятеро. Повышение эффективности работы в этом направлении способствует непосредственное участие в ней сотрудников Национальной гвардии. В этом году жильем обеспечен 31 выпускник домов Мехраболик. Жилищный вопрос еще восьми планируется решить до нового года. Два выпускника приняты в ряды Национальной гвардии. Еще девять отправятся служить в ряды Национальной армии. В самом красивом районе нашей области мне выделили двухкомнатную квартиру. У меня появилось свое жилье. Также меня приняли на работу в Национальную гвардию Узбекистана, чему я очень рада. Сегодня закрылся детский городок. Мои сестренки и братишки обрели свой дом. Теперь у них есть семья, в которой они встретят Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...